алексей навальный на сайте эхо москвы кстати весьма нелюбимая мной передача радио но по многим причинам хотя я ее слушаю опубликовал письмо не письма не знаю как назвать со следующим названием по требованию усманова и медведева против бывшего директора fbk возбуждено уголовное дело и просит поддержки в том числе и дать ссылку я даю но считаю необходимым сделать заявление ну короче говоря объяснить свое понимание я тем более как-то все время хожу и думаю про ситуацию с навальным с одной стороны он вызывает у меня огромное уважение и можно сказать почти преклонение за то что он по сути дела единственный человек который прямо говорит о том что происходит с другой стороны у меня есть какая-то опасность осторожность и я не знаю трусость может быть это где-то и трусость но я понимаю что есть у него какая-то неправота какая-то и я думаю то ли это мои придирки чтобы оправдать мою трусость как будто приобщение а да я вспомнил почему я решил это сказать я вчера шел мимо рынка нашего а там находится домик и написано штаб навального и я вот так остановился в окошко заглянул там ребята сидят с компьютерами думаю зайти не зайти ну просто познакомиться и как-то даже выразить может быть им свою признательность за то что они делают не зашел почему-то вокруг навального существует ну я так мне так кажется такая оболочка аура опасности да и в этом отношении я не исключение он кстати говоря я думаю что вокруг меня тоже такая же существует поскольку я часто тоже говорю что думаю людям это нет не то чтобы не нравится они как бы меня за это можно сказать даже уважают но сторонница абсолютно понятная психологическая ситуация с навальным все точно так же но есть еще у меня кое-какие по этому поводу рассуждения я считаю что он допустил очень большую ошибку но иногда продолжает это пускать в прямую оскорбляя по сути дела все-таки тех кого он критикует я когда я например примерно так же делаю ну то есть там нет прямых таких оскорблений но очень и очень обидные термины скажем так ну и что там говорить про путина он просто его так без суда и следствия называет например вором и так далее это полемический ход это возможность говорить с людьми это призыв это стиль пропагандиста но к сожалению не стиль политика вот пожалуй я так могу сформулировать свою вот как бы вот осторожность по отношению к навальному именно этим вот многие говорят там президенты я навального не выберу и придумывают всякие разные причины я думаю почему бы нет а потом думаю что вот он для меня где-то стоит почти на одной полке жириновский которые на словах если их очистить от того цирка который значит тут жириновский окружает себя а взять только суть то он во многом прав но форму его подачи она вот это вот клоунада и истерика которую устраивает жириновский она отталкивает и естественно заставляет думать о том что наверное вот этот человек во власти но только в качестве шута в общем дело ну шут нужен при каждом правителе чтобы там выпускать порт пары говорить может быть правду хотя судьба помогу многих шутов она трагическим в конце концов все равно голову то отрубать или же ну да пары до времени терпит вот навальный навальный в данном случае серьезней чем жириновский в том смысле что он и аргументирование не получил такого вот шутовского имиджа а получил в моих глазах другое он проще говоря сжег все мосты для работы на правовом поле что ли так сказать не знаю в нет в правовом плане наверное он поступает очень грамотно но вот в поле переговоров он себе сжег эти мосты так сказать идет напрямую не оглядываясь и во первых пугает очень многих этим хотя с другой стороны я думаю может быть для того чтобы что-то сделать и что-то сдвинуть вот в этой стране в этом болоте которым мы сегодня живем может быть другого способа и нету как громко громко кричать ну вот он невольно отталкивает этим криком причем ну вот такая вот ситуация я даже не знаю я с одной стороны он по сути дела единственный кто говорит то что думает в отличие от очень многих ну там я не считаю других экстремистов но в принципе есть люди которые но он отрезал я вот о чем думал еще что на месте нашего президента которому у меня отношения но скорее отрицательное чем положительное тем не менее я по отношению к нему испытываю ну какие-то чувствовать ну человечески мне его в конце концов уже стало жалко там понятно что он вляпался в сложную ситуацию которая называется россия да видимо видимо невозможно ей править вот хотя но опять же смотреть на груди не на смотреть на других достаточно рассудительных людей они предлагают вполне нормальные варианты на мой взгляд короче говоря чтобы я сделал на месте нашего уважаемого гаранта конституции то просто срочно собрал такой добрый не злой не прокурорский совет со всеми оппозиционерами разговор за круглым столом может если вы владимир владимирович великий человек великой страны то у вас должно хватить мудрости и смелости поговорить с этими людьми на сегодняшний день такое впечатление что вы просто боитесь с ними разговаривать напрямую ну я понимаю кто я а кто там лёша навальный так примерно это выглядит но вы не правы дело в том что сегодня вот эти имена их там десяток имен наших оппозиционеров таких вплоть до экстремистов вплоть до любых там крайних проявлений вот но есть и люди а к ним люди прислушиваются они звучат гораздо авторитетнее весомее чем ваши речи неужели вы в этом не убедились и и от того что вы их будете замалчивать будете и от того что вы будете игнорировать их это ну никак не вызывает к вам уважение доверие и вот тут такие две крайности внешне трусливая позиция нашего руководства который как бы категорически не разговариваются позиции да и яркий пример противоположности это навальный который если и говорит с правительством то очень оскорбительных интонациях чего конечно ему не надо было делать сжигать вот эти мосты я понимаю путин после того как его навальный там чуть ли нематерно оскорблял на площади вправе оскорбиться действительно и как-то так вот не протягивать руки в конце концов ну ладно кто бы заставляет эту руку протягивать но вы сядьте хотя бы за стол так напротив него ну не знаю что это кроме уважения к вам ничего бы не вызвало это была бы эпохальная встреча ну пусть они глядя в глаза вам вы глядя в глаза им поговорите да если еще это будет в прямом эфире вот чего боятся испокон веков по моему наши власти но если раньше вот сейчас произошла очередная революция технологическая революция вы сегодня от нее по сути дела отстаете навальные идут в русле они используют эти мультимедиа и у вас не хватает мудрости использовать эти мультимедиа себе себе на пользу вы сейчас пытаетесь закрыть российский интернет и еще убавите уважение к вам вместо того чтобы использовать эти средства ну как бы себе на пользу да не только себе нам в стране приходится делать горестный вывод что вы не справляетесь с тем объемом который существует вы видимо боитесь Навального да не видимо так оно и есть собственно отказ выходить на дебаты и так далее и так далее все это говорит о ну ладно речь то не о нашем правительстве там очень многое без меня говорят речь о моем отношении к Навальным Многие говорят что он шпион госдепа и то как он держится на плаву то как он уверенно себя ведет то количество информации которое имеет та материальная поддержка которая у него есть естественно вызывает подозрения конечно вызывает вопросы ну невозможно казалось бы в нашей стране иметь такого ярого оппозиционера хотя там можно много всяких разных хитроумных ходов придумать примерно как придумал ход с радиостанции эхо Москвы да тоже ведь там все не так просто ее существование за счет Газпрома тоже очень странно это все тоже вызывает недоверие но вот если говорить о Навальном то ну а что мешает ну пусть это будет враг пусть он будет шпион пусть он ставленник госдепа пусть но кто допустим ну извините кто как не наши враги говорят нам самую полезную правду ведь они потом становятся врагами когда мы от них услышим правду в лицо мы их делаем своими врагами вы их делаете своими врагами вот в чем проблема а мне кажется вот этих людей правдорубов таких вот надо просто использовать себе нам себе на пользу вот ну то что вы не хотите с ними работать и общаться кроме неуважения к власти ничего по моему другого не вызывает я опубликую эту ссылку вот с этой оговоркой хотя я не знаю собственно для чего я сейчас это все и сказал мне такое впечатление что я очень много говорю то что люди все прекрасно понимают и знают и единственная разница часто вот со мной там в моих архнадзорах там в моих каких-то интернет какой-то такой деятельности она ничем не отличается то есть я я проговариваю то о чем все думают о чем все умно молчат по сути дела с Навальным такая же ситуация все примерно это понимают но все трусливо молчат и когда у нас не дай бог случится беда с Навальным все его пожалеют сказал немножко сумбурно но что думал в общем то с добрым утром 27 февраля 7 часов утра всего доброго день начинается в общем то есть вот и все и все все и все 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 все